В каждом городе, который любят и трепетно относятся к его истории, есть такие места, где эта страсть зримо овесчисляется. В Донецке таких мест много. Вы видите фрагменты интерьера, взятого из кафе Сепр. Сломанный стул, разбитые бокалы, подгоревшее меню. Это не кадры из голливудского мальчишника в Вегасе. Это новая экспозиция в Краеведческом музее оккупированного Донецка. Также здесь элементы для интерьера, чтобы создать впечатление антуража. Это все вещи оригинальные, да? Конечно, конечно. Это передавали нам непосредственно в кафе. В годовщину смерти главаря группировки ДНР Александра Захарченко в музеях открывали выставки. На так называемой «Аллее героев» установили новый бюст, а в центре города развесили фото. Правда, там Захарченко не один, а вместе с российским певцом Йосифом Кобзоном, который умер за день до Захарченко. Бывает, правда, и такое народное творчество, как, например, эти три восковые фигуры боевиков Захарченко, Гиви и Моторолы. Эти фото недавно облетели интернет. Правда, вместо восторга пользователи соцсетей шутили «Как тебе такое, мадам Тюсо?». За последние годы в оккупированных городах то и дело появляются новые монументы и памятники, а у музеев открываются выставки и экспозиции. Вот только все это напоминает не 2019 год, а возврат во времена Советского Союза. В поселке-городище Перевальского района состоялось открытие памятного знака, посвященного подвигу 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Символичное начало мероприятия, посвященное Великой Отечественной войне, начинается с шествия бессмертного полка. Для жизни человеку всегда нужны смыслы. В закрытых системах тоталитарных эти смыслы приходится искусственно формировать. Поэтому фактически мы видим, как экзистенциональный кризис дает свой ответ, на экзистенциональный кризис дается ответ, формируя вот эту вот эстетику Советского Союза. Если нет картинки будущего, если нет удобоваримого настоящего, то тогда приходится постоянно нырять в прошлое. И тогда любой праздник, любое мероприятие, любое торжество, оно превращается в вытягивание дедушки Ленина из мавзолея, его припудривание, выдружение его на палку, проношение по центральной площади. На торжественных открытиях в обязательном порядке звучат пропагандистские речи, чтобы в очередной раз навязать местным свое историческое видение происходящего на Донбассе. В 2014 году, когда к нам опять вернулся фашизм, наши ребята достойно защитили нашу землю. И напоминают, от какой страны ждут одобрения. Хочу отметить, что результаты наших трудов по восстановлению музея МВД, оформлению новых экспозиций были оценены москвичами на высоком уровне. Михаил Владимирович был четвероюродным братом Александра Пушкина. В рамках российской интеграции это очень важное событие. Они пытаются создать иллюзию постоянного приближения к России. Поэтому говорить уже про то, что мы вот сейчас в Россию вступим и нас присоединят, это акцентирует на том, что Россия этого не делает. Поэтому строится яркая, красочная картинка движения на сближение с Россией, вроде бы как отдельного субъекта. И под это создается советская эстетика, в которой как бы все республики были раздельны, но как бы одновременно и вместе. И есть вот старший брат, есть младший брат. Местные псевдовласти часто не думают о качестве самих памятников и экспозиции. Главное быстрее, больше и торжественней. Чтобы люди не успевали отвлечься и где-то узнать о другой, альтернативной, непридуманной боевиками реальности. Долго думали, из чего будем сооружать монумент. Здесь это звались работники шахты Виргулевская, которые нам способствовали нахождению камней. Понравилось несколько камней. И сразу родилась идея там же сделать памятный знак в виде книги. Ольга Теребинская, Александр Хоменко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.